Дневной разворот Мы примерно три недели назад делали эфир И здесь был Алексей Костин Нет, здесь был директор ботанического сада Который рассказывал, как идут реконструкция и другие благоустроительные работы А вот сегодня к нам придут Алексей Костин Директор Института гуманитарных и социальных наук Вятского госуниверситета И Мария Садокова-Ильина, руководитель пресс-службы Вятского госуниверситета По этому поводу сможете звонить и задавать свои вопросы Слава Богу, наконец-то, да? Да, и к тому же поговорим о том, какая будет замечательная программа Этого открытия, то есть предстоит что-то такое очень необычное Целая ночь в ботаническом саду Да, а в первом часе у нас совершенно другая тема Мы будем говорить о том, как применяется закон о закупках для государственных нужд И о том, что практику этого применения обсудят в Кирове С Николаем Липатниковым, президентом Вятской торгово-промышленной палаты И Владимиром Смирновым, генеральным директором предприятия Кировфодпроекта По гостям у нас в студии, добрый день Добрый день, здравствуйте Николай Михайлович, мы знаем, что этот вопрос Этот вопрос подробно разбирается и разбирался на комиссии По координации работы по противодействию коррупции Правильно я говорю? Правильно И что вы на последней комиссии Делали свои замечания и предложения И вам было поручено их как-то оформить И они будут презентованы на осеннем заседании комиссии Да, у нас такая договоренность достигнута с Игоревичем Васильевым Нас официально включили в план подготовки работы Поэтому будем считать разговоры сегодня Это разговоры тоже, так сказать Ну, на понимание, что он найдет отклик у слушателей Особенно те представители бизнеса Которые заинтересованы участвовать в этих процессах Закупок государственных муниципальных нужд Тема весьма-весьма непростая И на требуется системы мониторинга Как со стороны исполнительной, так и законодательной власти Мы говорим о применении 44-го федерального закона Да По которому есть очень много замечаний у специалистов Закон, как-то обычно бывает несовершенен Требует дополнений и изменений И об этих как раз изменениях и идет речь сейчас Мы бы хотели для того, чтобы более широкие массы наших слушателей понимали О чем, в общем, идет речь Потому что не только бизнесменов касается эта история А вообще каждого совершенно, жителей касается Вот для начала хотелось бы на примерах разобрать А где там подводные камни, с которыми нам сейчас приходится бороться Мы начнем с того, что совершенного в мире нет ничего В том числе нет совершенных законов И вот моя личная позиция И в прежние времена, когда я работал представителем Кировского горсовета Когда закон принимается Депутаты должны сразу же продумать механизм реализации законов Вы знаете, я недавно слушал одну депутата Государственной Думы Когда задают ведущие России один вопрос А скажите, а как механизм? На что депутат, знаете, с такой наивной, так сказать, улыбкой говорит Вы знаете, это не наше Мы об этом не думали Об этом будут думать и исполняют власть Простите, а зачем принимать закон, если мы не понимаем механизмы реализации закона? Это первое Второе, учитывая, что совершенно в природе ничего нет и быть не может Нужен мониторинг исполнения закона Абсолютно верно Был закон номер 94 Регулирующий закупки Там были обнаружены недостатки существенные Один из этих недостатков Отсутствие контроля Механизма контроля Сделали закон номер 94 Казон написал Заказчик вправе Не обязан, заметим Вправе привлекать экспертов Независимую экспертизу Для приемки в эксплуатацию Но слово вправе Это не обязан И я спрашиваю Вот недавно мы обсуждали С исполняющей обязанностей министра финансов Раиса Александровна Я говорю, а сколько примеров Когда заказчик это использует Это право использует Вы знаете, примеры-то назвать никто не может Поэтому мы сейчас готовимся серьезно Доложить позицию бизнеса Сегодня разговаривал с специальными Счетной палатой Лаптем и Николаевичем Мы работаем С федеральной антимонотольной Анаполией службы С орбитражным судом Встречаемся, чтобы доложить Членам комиссии по предельству коррупции Состояние И наши предложения Тема правильная, вы сказали Светлана Это интерес не только бизнеса Хотя мы, конечно, представляем интересы бизнеса Но в конечном итоге Это выражается в качестве дорог В качестве ремонта жилья Особенно сегодня Правильно, но заказчиками вступают Тут не только бизнес Заказчиками вступают Муниципальные образования Учреждения культуры Ну вот сейчас фонд капитального ремонта Вот у нас Владимир Григорьевич Здесь, Смирнов, он скажет Много что Например, послушайте Перед тем, как ремонтировать дом За средства фонда капитального ремонта Нужно провести обследование Независимо от всего дома Что сейчас получается? Кровлю ремонтировали два года назад Сейчас снова начинаем ремонтировать кровлю Она-то фундамент Это население касается А это потому, что не проводится это обследование? Ну потому, что немножко делается Не так, как надо Но я скажу сразу о позитиве Если можно Скажешь, не нагреть обстановку Вот в течение ряда лет И в последнее время Особенно Вот в последнее время Значит и поручение Игоря Владимировича Васильева Константин Васильевич Мищенко Возглавляет Тендерную комиссию Общественный совет Будем считать Вот туда входит от нас Вице-предитент Пельманов Вы знаете Что начало делаться И делается Это обсуждение На стадии формирования Технического задания Вот здесь Как сформируешь Техническое задание Там видно Либо оно формируется Целевое Под конкретную исполнителя Либо оно Формируется Квалифицированно Качественно И знаете У нас есть примеры Когда значит Ну вот На этой стадии Можно не допустить Так сказать Каких-то заказных дел Вот то что это делается Это плюс Давайте Последуем Вашему предложению И с Владимиром Григорьевичем Сейчас разберем Конкретные примеры Для того чтобы Пояснить Слушателям Вот Да Где возникают сложности И дальше Перейдем к предложениям И поясним Как с этим Можно бороться Что для этого Нужно сделать Вы знаете 44 закон Предусматривает Несколько видов Процедур закупки Это электронные аукционы Открытые конкурсы И двухстадийные конкурсы К сожалению Муниципальные заказчики И иногда И областные заказчики Очень часто Пользуются Процедурой Электронный аукцион Я представляю Отрасль строительства И как вы понимаете Одно дело Закупить на электронном аукционе Ну какой-то Например Гвоздь сороковку И стали такой-то Здесь понятно все Чем дешевле цена Тем лучше Потому что гвозди Они все одинаковые Если закупать Проект какой-то Детского садика Например То непонятно Как на электронном аукционе Определить того Кто лучше его запроектирует Электронный аукцион Предусматривает Только по цене Только по цене И здесь мы считаем Что электронные аукционы Это прямая Активизация Серого бизнеса Вот недавно Силуанов Министр финансов Российской Федерации Заявил официально Что оборот серого бизнеса В России По его оценке Составляет 10 триллионов рублей Представляете Какой объем Так вот На электронном аукционе Которое происходит В этом году В Кировской области И муниципальные заказы И областные заказы На проектно-изыскательские работы Цена падает В три раза От начальной От первоначальной В три раза В три раза За счет чего экономия Здесь может быть Вот если В проектно-изыскательских работах То здесь только Одна экономия может быть Это качество работ То есть Например Изыскательские работы Выполняются Не в полном объеме И Заказчику Муниципальному Очень трудно Это выявить Потому что У него нет специалистов При приемке Иногда даже Экспертизе трудно выявить Потому что И Можно сделать Такой Отчет об инженерных Изысканиях Красивый Что он не будет Соответствовать Действительности Природным условиям Но он Будет соответствовать СНИПом и ГОСТом Формально То есть все в порядке А по факту Ну и Еще самая большая Экономия Почему говорю Что это стимуляция Серого бизнеса Это экономия Налогов и зарплаты То есть Во всех этих случаях Зарплата выплачивается Серым способом Пять-шесть тысяч Официально Все остальное Выплачивается В конвертах Это мы знаем точно То есть Те сотрудники Которые к нам Приходят на работу Вот сейчас В этом году Все рассказывают Вот эту схему Как им платят В тех предприятиях Которые таким образом Выигрывают Муниципальные И областные заказы То есть сам закон Провоцирует Незакон Не столько закон Сколько то Используют Эту форму Электронного Аукциона Значит Постановление Правительства Которое Определяет Каким образом Нужно Проводить Закупки Оно Опять же Разрешает Заказчику Не обязывает А разрешает Проводить Аукцион Аукцион Заказчики И муниципальные Областные Имеют право Проводить Открытые Конкурсы На открытом конкурсе Вступают в действие Неценовые критерии Опыт работы То есть Если ты Участвуешь В конкурсе На котором Выставлен проект Школы Например Пожалуйста Будь добр Представить документацию Договора Акты выполненных работ О том Что ты запроектировал Как минимум Пять школ То есть подтвердить Свой опыт работы Что ты умеешь Их проектировать Этот критерий Важен получается И этот критерий Более важен чем ценовой Потому что Начисляются Дополнительные баллы За это Еще можно Начистить Дополнительные баллы За наличие Квалифицированных кадров Подтвержденных Но это главное Наверное Вообще Потому что Кто же проводит Работу А в электронном аукционе Ничего не надо Нужно только допуск Допуск на эти виды работ Допуски покупаются За три дня в интернете До сих пор Это элементарно Поэтому Вот эти электронные аукционы Они Ну практически Уничтожают Нашу отрасль Сейчас Это просто бедствие А каким то образом Можно обязать Проводить Вот аукционы Связанные Со строительными работами Вот именно Не в электронной форме А в форме Открытых торгов Почему происходит выбор В ту или иную сторону Я считаю Что здесь Областная власть Должна просто проявить Определенную волю Это может быть решено На уровне региональной власти Конечно Я считаю Что решением Этого вопроса Было бы Создать службу Единого заказчика Ее даже не создавать Нужно А на базе Областного укса Управления капитального Свести все эти заказы Все муниципальные заказы И областные В эту службу Связаны со строительными работами Со строительными И проектно-изыскательными работами Потому что там есть специалисты Которые могут грамотно составить Техническое задание Это раз В районах таких практически Никогда нет Второе Значит И обязать эту службу Обязать Проводить все эти Тендеры Через открытый конкурс Через открытый конкурс И все Мы не нарушаем закон Никоим образом То есть То что мы примем Такой подзаконный акт Или такое решение Как оно должно быть Офганно Это на уровне правительства Может быть решено Да конечно По проектно-изыскательским работам По строительным работам Там к сожалению Обязаны проводить Электронные аукционы Потому что у нас Объем заказов Не такой крупный И по постановлению Правительства На этот вид работ Заказчик обязан Проводить через электронный аукцион И вот здесь я думаю Нужно нам И торгово-промышленной палате И может быть Правительству области Выйти на правительство Российской Федерации С просьбой Исключить Из постановления Правительства Здесь даже закон Менять не надо Просто исключить Из постановления Правительства Которое Издается каждый год Вот этот вид 42 по классификатору Строительные работы Который бы Обязывал Проводить Тендеры На эти виды Через электронный аукцион И все Мы сейчас проверемся Буквально на полминуты После чего снова В этой студии С нашими гостями Николаем Липатниковым И Владимиром Смирновым Продолжается программа Дневной разворот Практику применения Закона о закупках Для государственных нужд Обсудят в Кирове Мы эту практику Сейчас обсуждаем С Николаем Липатниковым Президентом Вятской торгово-промышленной Палаты И Владимиром Смирновым Генеральным директором Предприятия Киров Вот проект Я бы хотела Попросить вас Прежде чем мы продолжим Обсуждение Еще раз Для наших слушателей Озвучить Привести примеры О каких конкретно Работах Может идти речь Вот вы уже сказали Например строительство Детского садика Например строительство Дорог Например капремонт Большая программа Еще какие могут быть вещи Все проектно-изыскательские Работы На любые Виды сооружений И Зданий Можно проводить Через открытый аукцион То есть любые Абсолютно Любые Работы Вот строительные работы Здесь нужно Вносить изменения В постановлении Правительства Российского Вот пример Владимир Григорьевич Вел пример Буквально вчера Аукцион На гидротехнические работы Это вообще Всегда сложные Технические Виды работ Специализированная организация Такая у нас есть И в Киричпецке А выиграет организация Понизила Значительную стоимость Никогда не занималась Этим видом работ Куда они идут Они идут к специалистам Уговаривают Упрашивают Давайте Но никто же не будет Работать ниже Себестоимости Вот вопрос Запустим Почему-то он сказал Палата Торговая промышленность Почему палата Первое Потому что мы Заинтересованы Чтобы члены палаты И в целом Бизнес Который готов Участвовать В этих торгах Это нормальные Условия Для конкурентной Среды Но честной Добросовестной Они все-таки Участвовали И побеждали За счет Квалификации Профессионализма Ответственности Потому что мы едем С полушириадом Вы понимаете Если цена На проект В три раза Ну я скажу В два раза Пусть В три раза Бывает А вот Есть такие Клинговые операции Ну это уборка Помещений И прочее Вот у меня Полная справка Дана Слушайте На 60% На 70% Понижается Но невозможно Это сделать Любая хозяйка Скажет Можно порошком Чистить Так сказать Качественным А можно просто Мелко размешать Вот так и делают Вот почему палата Потому что мы Работаем В интересах предприятий И второе Почему палата Здесь Интерес мы проявляем Уже в течение Многих лет Да потому что Вся история Проведения конкурсов Тендеров Начиналась с истории Торговой промышлопалаты В Твери 95-й год Впервые Был разработан В системе Торговой промышлопалаты Идеология разработана Вот этих конкурсов Открытых И мы там участвовали Мы одни из первых Наша торговая промышлопалата Начали у себя реализовать Вот такие конкурсы В частности Мы ее провели Субсидном управлении Федеральное исполнение Служб наказаний Мы получили Хороший эффект Но как мы сделали Первое Созданы были советы В которые входили Открытые депутаты Представители СМИ Кто желал прийти Ну в целом Полностью все решилось Открытые Аффект был отличный Работало Вы смотрите Российская торговая промышлопалата Эксперты Привыкались Череда лет При экспертизе Поставок Российскую армию А в качестве Приложения Вы сказали Вот можно Не можно Не надо Никаких Даже подзаконных Актов В принципе Механизм Который прописан Он допускает Вот недавняя Моя встреча С Маковей Ларисой Александровной Я уже сказал Министром Исполняющим Обязательным Министром финансов Она подводит К тому Что наверняка После нашего обсуждения При поддержке Значит Уководства региона Мы можем Прийти Элементарно Понимая Что те Сложные работы Они перейдут Мы уже решили Что мы К этому будем готовиться Они перейдут В плоткость Честных Открытых Конкурсов Это уже будет Наш результат Но все равно Для этого придется Принимать какое-то Решение Правительство Да Ну назовите Под закон Мактон Закон там Здесь значит Ну нормативный Акт надо принимать Еще Николай Михайлович Ну это хорошо Это можно решить На региональном уровне Да Вот связаны То что проводились Чтобы не электронные аукционы В случае проектной Заскальских работ А вот по части Исключения строительных работ Вот из перечня Это все равно Выходить на федеральный уровень Ну я скажу Вот у нас В Прироссийской Тагопромышлопалате Работает сейчас Комитет По организации Тендеров На госзакупки Вот я как раз Недавно Согласил Григорьевич Рекомендовал Его войти В состав Комитета Тагопромышлопалата России Который формирует Позицию Не только Внутреннего потребления Для Российской палаты А для правительства Я недавно Разговаривал С очень известным Человеком Басином Ефимом Владимировичем Он Влагает Значит Ну Совет строителей Скажем Он входит в массу Всяких Так сказать Комиссий известных Это очень авторитетнейший Строитель Герой России И бывший Генеральный директор Бомстроя И бывший министр Скажем Ну в прошлом Экс-министр Скажем Попроще У него есть полномочия Мы тоже беседовали То есть мы Не сидим на этом уровне Что касается Уровня региона Области Мы работаем С правительством области С министерством финансов Экономики И со всеми Кому положено А дальше Вот Я очень надеюсь Что Владимир Григорьевич Будет представлять Наши интересы Нашего бизнеса На уровне Значит Уже фееральном Смотрите Опять же Вот эти интересы Они же наверняка Этот вопрос ставится Не только в Кировской области Проблемы наверняка Есть и в других регионах Национальное объединение Строителей В которое входят Все СРО строительные Оно разработало Закон О строительном подряде Это Ну уже года два Вот он у меня есть Этот проект Закона Проект закона Проект закона Почему он не вносится В Госдуму Я не понимаю Потому что там Все работают Все вопросы Вот эти Отработаны Потому что Был уже накоплен Опыт Отрицательный И все Отрицательные моменты Учтены Там четко Расписан Механизм Проведения Открытых конкурсов В строительных работах Все Ну просто Вот А действительно Почему Два года уже И от кого это зависит Где он застрял Как можно спросить Вот по крайней мере В Государственную Думу Он до сих пор не внесен Вот вы знаете Вы сейчас Светлана Очень хорошее слово Произносила Наши депутаты Нет Почему Я исповедую Этот же принцип Надо научиться Задавать себе вопрос Почему Почему Это не делается Хотя всем понятно Должно быть Значит какие-то интересы Чьи-то есть И когда мы Научимся задавать вопрос Да еще научимся Искать ответ Вместе Вместе Тогда у нас все получится Вот вы знаете Вот Ладно С конкурсом Я так думаю Что вот у нас в области Мы найдем решение При поддержке руководства Региона А вот смотри Сколько сегодня Пишут везде Общество Палата СМИ Фальфицированное масло Там значит Заниматься Кировский молочный союз Правильно Давайте заднем вопрос Почему Почему в детский Пенатальный центр Поставляется Фальфицированное масло Почему поставляется Оно В госпитале Ветеранов войны Почему В интернаты В интернаты Потому что Вот эти электронные аукционы Да потому что Опять цена Потому что Потому что Экспертиза На стадии Приемки объектов Не производится Не производится Заявили Сердечка Отдали Часто Сердечка Отдается Просто 100 килограммов Масла Отдается Значит Это самое Роспотребнадзор На 100 килограммов Масла Отдается Сердечка Потом Размножается Дается Принято Цена Что Обвинить Деньги Что вы С нашим Судом Шутки Плохи А Так же Так же Могут Этот закон Внести Депутаты Госдумы От Кировской области Конечно Могут А кто нибудь Обращался Они же По своим Комитетам Сидят Своими вопросами Занимаются Строительными вопросами По профилю Но дело Это не совсем В профиле В принципе Любой депутат Я просто Понимаю Что депутат Госдумы Который Входит Соответствующий Комитет Он прежде всего Занимается Этими вопросами Но это не значит Что к нему Не могут обратиться Вот нашим депутатам Госдумы Обращались С такими предложениями Я не знаю Потому что Ведь разработчиком Закона Является Национальное Объединение Строителей А мы сами Не можем Только они Это они Разработали Я скажу Вопрос Очень правильно Задан Вот иногда Я как раз Несторонний Говорю Да вот это Не наша функция Дорогим федерального Закона Абсолютно правильно У нас есть депутаты Госдумы От Кировской области Я вот сейчас Слушая Вопрос Наши ведущих Думаю Подожди А когда я лично Вот я знаю Что Члену Советферальского Казаковцеву Мы обращались Когда наш Вернин Чисуп Он бегал С нашими предложениями Бегал Понимаете Пытался добиться Поэтому Наверное Есть смысл Вот сейчас Как раз С этой Обратиться К депутатам Госдумы Вот сейчас Не о политике Говорим Но понимаете Что объединяет Всех депутатов В Госдуме Вне зависимости От политической Наклонности Называть партии Не будем сейчас А то что Все они говорят Жила бы страна родная Все они за то Чтобы мы все Жили лучше На сегодня лучше Давайте мы Обратимся Вот после нашей Передачи Коллеги Мы подготовимся То есть здесь можно Процесс в другую сторону Если объединение Строителей Ни инициативу Не проявляют Наши депутаты Могут сами Обратиться В это объединение Сказать Ребят Давайте мы Ваши законопроект Продвинем уже Мы не знаем Проявляют Всем депутатам Мы напишем записку Торгово-промышленная Палата Я говорю перед вами Всем депутатам Мы напишем записку Товарищи Обратите внимание Почему Давайте ответим А вы их потом Пригласите сюда Всех Обязательно До выборов После выборов Это вы сами У них сейчас выборов нет Так что их можно приглашать Мы сейчас проверяемся Буквально на две минуты У нас реклама После чего снова в этой студии С нашими гостями Николаем Липатниковым И Владимиром Смирновым Обсуждаем практику Применения закона Номер 44 Закупках для государственных нужд Продолжается программа Дневной разворот Этой осенью Практику применения закона Закупках для государственных нужд Обсудят Обсудят На соответствующей комиссии В правительстве Кировской области Комиссии по координации работы По противодействию коррупции Торгово-промышленная палата Сейчас готовит Свои предложения Для изменения Этого закона Принятие подзаконных актов Некоторые из них Возможно принять на уровне Нашего региона Другие Обязательно следует Выносить на федеральный уровень И вот только что до пережива Николай Михайлович Липатников Президент Федерской торгово-промышленной палаты Который сейчас находится В нашей студии Сказал, что Торгово-промышленная палата Подготовит также Свои предложения Депутатам Государственной думы От Кировской области В этой сфере Для того, чтобы На всех фронтах Можно было бы работать Николай Вау же не возникло Я думала, что у тебя есть вопрос Мне интересно сейчас Понять реакцию Игоря Владимировича Васильева С которым вы беседовали Тоже на эту тему Когда вы Когда вы ему представляли Эту проблему Описывали Что он говорил Нет, реакция очень позитивная Потому что сегодня Обстановка такая Что все мы должны Найти выход из ситуации Оздоровить экономику в области Направить, так сказать Все в русло Значит Официальных платежей Официальных заработных плат Понимаете Вот Когда мы тоже говорим Часто говорим Критикуем Вот серые зарплаты Теневая выплата Заработной платы Всегда надо Расчлинить этот вопрос На две составляющие Первая Составляющая Что это Прямые жулики Тогда Правоохранительные органы Занимаются Либо это Безысходное состояние Когда Груз налогов Груз Так сказать Поборов Административные штрафы И прочее До того доводят предприятия Что ему нечего Вообще Заработную плату платить И чтобы как-то выстоять И поверьте Я такие предприятия знаю Мы системно Работаем в районах Вот сейчас Опять у меня Две поездки Орловские и Вязкополянские районы Там просто Безысходность И я не стесняясь Говорю Что подчас Государство Формируя Такие подходы Оно Само Загоняет Вот эту тень Само С другой стороны Получается так Что если Существуют Такие ниши В законе О госзакупках То предприятия Которые занимаются Серым бизнесом Они вполне себе Уютно себя чувствуют Да Я не правду Это дело Предлагаю Задавать вопрос Почему это происходит И поделить на части Позиция добросовестного Бизнеса И тот Кто не хотел И не будет Никогда платить налоги Все Николай Михайлович А вот Те предложения Которые вы готовите К сентябрьскому заседанию Они касаются Те предложения Которые вы готовите Они касаются Того момента О котором мы говорили Что связано Со строителями С проектно-изыскательными Работами Или есть какие-то Еще вещи По этому Нет Я думаю Что не только Не надо сужать Здесь тему Должны быть Принципиальные подходы Если в законе Написано В праве проверять То надо просто Продумать Систему контроля Мы это говорили Игорь Владимирович Он с пониманием Относится Просто Из него тоже Понимаете Задача Критиковать Власть Дело простое У нас есть Любители И у некоторых Даже обязанность Критиковать Власти У некоторых Даже обязанность Мы Стараемся Выходить С приложениями С конструктивным Анализом Я говорю Если нас не поняли То аргументы Недостаточны Вот мы идем По этому пути Поэтому здесь Все-таки На мой взгляд Надо Ну первое Конечно Что мы предлагали Уже и прежние Годы И неоднократно Предлагали У меня эти записки Складываются На мой взгляд Депутаты Которые приняли закон Государственная дума Наша Ну давайте Научимся Периодически возвращаться К тому Что мы приняли Вот извините меня Приняли там По телефону Говорить нельзя На машине За рулем Ну хоть кто-нибудь Слышал Что кто-то Попытался Поанализировать Да Применяется Этот закон На практике Конечно Есть такое предложение Принимать Загонов Поменьше Но следить За их исполнением Да И делать выводы Опять же Николай Михайлович У меня уже к вам вопрос Вот вы говорите Что если Ну условно говоря Сделать довольно таки Обязательную Эту экспертизу То как реализовать Если условно говоря В городе Кирове Есть специалисты Есть эксперты То в районах Надо еще этих экспертов Где-то найти Ну есть Есть вопрос И вот это тоже Связано с реализацией Этого предложения Да Ну правильно сказал Владимир Григорьевич Ну покупаем И заказали там Гвоздь Арматуру В 12 профиле Там это самое Ну там-то чего Копаться Понимаете Кирпич Он есть кирпич По тех условиям По ГОСТу Здесь-то давайте Мы не будем Начинать надо С того Что болезненно Я скажу Допустим Вот только что У нас Заявка на проведение Экспертизы Естественно Учреждения Умалчиваю У нас вообще Принцип Неразглашения В этом плане Солидное Медицинское учреждение Получили оборудование Весьма недешевое Показалось Что по видам Нового Случили БУ Сейчас наши Эксперты Сделали заключение Мы привлекаем Профессионалов То есть в итоге БУ и получилось Нет пока не знаю Идет Сейчас это идет Процессия В итоге Так сказать БУ Я скажу Но надо дать должное Что главный Специалист Сосомневались Потому что дальше Пойдет эксплуатация Издержки Понимаете В случае с врачами Потому что им же На этом и работать Они в этом заинтересованы Если брать районную администрацию Которая делает заказ На какое-то строительство Она же сама Потом не будет работать В этом здании Ну я скажу Я скажу Мы экспертизу делали Вот в настоящее время Вот отказался Владимир Григорьевич Право помочь По изысканию Для Печоры Ну Люди все в делах Поля Как он говорит Для Печоры Делаем Серьезную экспертизу На очень большие суммы Не суммы нам поступят А большая смертная стоимость Сделаем эксперта Там дорожные работы С переходами мостовыми Там и так далее Но ничего Наши эксперты ездят И Печоры Понимаете Было бы желание Все остальное Нет Но там большая сумма Эксперт поедет А когда сумма контракта Там может быть Там несколько тысяч рублей Эксперт Извините До Суны Если дешевле доехать Чем до Печоры Понимаете Довольно таки Может быть сложнее Добраться Я скажу Спасибо Третий раз Назову фамилию Хотя не в моем принципе Маковеев Лариса Иосанова Николай А можно ваши расценки Только поймите Я не тяну себя Есть другие экспертные организации Я послал Стоимость работы Один час Эксперт Человека Да 846 рублей Так уж извините меня Это само А если экспертиза За час То вполне разобраться Можно Так ведь Ну до Суны Надо проплатить Еще конечно автобус Все это знаете Если он туда еще пойдет Я говорю Говорить не хочу На эту тему Понимаете Это все Когда речь идет О бюджетных средствах До больших бюджетных средствах Нужно обязательно Продумать механизм Начиная От техзадания Вот я уже сказал Что здесь Пример есть Позитивный Есть Механизм Работающий Сегодня На уровне Правительство Области Все Затем Торги Торги Надо расчинить Из зависимости От объема Сложности Поставок Оставить Электронные Аукционы Мы в электронную Россию Вошли Электронное Правительство Сложно Выделить И потом Проверить Вот давайте Так Мы с вами Любой из нас Дает взаймы Соседу Деньги Ну первого Наверное Подумаю О том Платежно Способности Соседа Сразу Спомнила Кому я Последний И возможности Не Мне не все Отдали То что я давал Доверительный Человек Плохо Экспертизу Проводили Николай Соседи Понятно А главы районов Им не жалко Ему даже Это бытовой Уровень А все Начинается С бытового А у меня Принцип Во всех делах Вот сидит Профессионал Замечательно Это Владимир Григорьевич Он проектировал Мы его специалисты Сочинские объекты Проектировали Успешно Проектировали Сложнейшие Объекты Переходы Связаны Чем Мы проектировали Водоснабжение Всех спортивных Практических Сооружений В Красной Поляне И саму Красную Поляну Правда? Да Вот так вот Я тоже впервые Об этом слышу И ваши проекты Применялись там При строительстве Водоснабжение Построено По нашим проектам И горная карусель И к трамплинам И другим объектам И кстати Вот Расскажу Как мы Выиграли Этот тендер Когда объявили Тендер На проектирование Этих объектов Алимстрой Государственная корпорация Мы на него заявились И Прежде чем Подводить итоги Они к нам Прислали Комиссию Человек пять Которая работала Два дня Она проверила Все Чтобы допустить Только нас Конкурсу Вот заявились Мы столько-то Сотрудников Покажи сотрудников Покажи Значит Книжки трудовые Покажи дипломы Заявились Только техники Которой вы будете работать Покажи ее Покажи документы Что она ваша И покажите Что она еще и работает К тому же Да И только после этого Нас допустили Конкурсу И мы выиграли Эти конкурсы И проектировали Если в области Есть заказ Ну условно говоря Там 13 миллионов Проектных работ Он же для области Достаточно крупный Да Вот дорога Недавно Выставлялась Проектирование дороги От моста В Кирово-Чепецке В сторону Слободского Электронный аукцион 13 миллионов 700 Начальная цена Выигрывает Ставропольская фирма За 6 миллионов Больше чем в 2 раза Упала цена Ставропольская Насколько я помню Эта фирма Там уже не первый раз Работает В Кирово-Чепецке Не знаю По-моему Вот этот мост Знаменитый Который тонет Все время Не они ли делали Тут Автодор сервис Такая фирма Ну я смотрел Они в общем Занимаются И торговлей И чем угодно Ну наверное Стоило провести Открытый конкурс И в принципе Даже у тех Кто заявился Потребовать Чтобы они Представили доказательства Того что у них есть Техника И люди которые будут Это делать Они сейчас сюда приехали И просят нас Сделать изыскание За копейки Естественно мы отказались По дорогам вопрос Этот везде практически Такой Когда выигрывают Не местные фирмы Потом берут Суподрядчиков Вот в соседних регионах Я вам скажу В этом году Практически везде Идет через открытые конкурсы Везде Пермский край Башкирия Татарстан Вологодская область Очень много Конкурсов И все только Открытые конкурсы На дороге Вот поэтому Видимо к нам И поехали Потому что там Уже все занято А что Николай Михайлович А что Открытый конкурс Он занимает Больше времени Требует Большего количества Специалистов Почему До сих пор Времени Конечно Он занимает Побольше Чем электронный Акцион С форматом И по времени И по объему Да Ну еще раз О каких Деньгах и целях Какой идти речь Если цель Заведомо Чтобы так сказать Вот смотрите Это же игра Иногда вот он скажет Чтобы вообще Исключить Участника Можно Забыть Поставить запятую Можно ошибиться В одной букве Понимаете Там столько Сегодня Вот этих Подводных Камешков Какая цель Если цель Открытая Честно Справедливая Так сказать Работа В интересах Региона Там Это само Муниципалитета Это один подход Причем Все это Тут с чем еще Связано Есть узкое Однозвино Тоже используется Первое Все это Можно проводить Когда сформированы Бюджеты Утверждены Как мы знаем Что у нас Бюджетная политика Такова Что иногда В марте месяце Только-только Утверждается бюджет Потом процедура Должна объявиться За сколько Два месяца По открытому конкурсу Где-то за месяц А аукцион Можно там Дней за 10 За 15 А дальше Иногда бывает Так наступает Что деньги И выделены А время Это ушло И бывают Парадоксальные ситуации Одна минута Остается Да Остается Один месяц Для реализации На ноябрь Понимаете В ноябре Вот выиграли Наконец-то Надо строить дорогу А вот тут Николай Михайлович Уже идет речь Об эффективности Работы Соответствующих органов И здесь Благодарим Благодарим наших гостей Николая Липатникова Президента Авиатской торгово-промышленной палаты И Владимира Смирнова Генерального директора Предприятия Кирфодпроект Мы будем следить За этой историей Будем следить За депутатами Госдумы Которым последует предложение И естественно По результатам Заседания комиссии Мы тоже с вами здесь Соберем То есть мы тоже будем мониторить Да Спасибо Все До свидания До свидания Я просто